Руководство Волгоградских единороссов предложило открыть в городе аналог Гайдпарка. Открытую площадку, где все желающие, партийные и беспартийные, могли бы обмениваться идеями и свободно дискутировать. Инициатива была озвучена сразу после разговора с несколькими активистами оппозиции, решившими сегодня провести в Волгограде несанкционированную акцию. Материал Антона Талпа. На несанкционированный пикет собралось не больше 10 активистов. Молодые люди не пояснили своей принадлежности к тем или иным политическим силам, но выразили недовольство новым федеральным законом, предусматривающим ужесточение ответственности для организаторов незаконных акций. Совсем иную точку зрения высказали представители фракции единороссов Волгоградской областной думе. Они сами вышли к активистам и призвали их вместо несанкционированных пикетов, нарушающих закон, присоединиться к реализации идеи открытия в Волгограде своеобразного гайдпарка, открытой площадкой для политических и общественных дискуссий. Мы постараемся, чтобы это было наиболее удобное место для всех, которое не будет препятствовать ни движению транспорта, ни движению людей, не создавать дискомфортных каких-то там ощущений жителям близлежащих домов. Комментируя журналистам итоги своего разговора с гражданскими активистами, волгоградские единороссы сказали, что остались довольны общением, однако посетовали на то, что оно происходило не в самом подходящем месте. Несанкционированный пикет заметно мешал движению пешеходов по улице Советской в самом центре города. Вряд ли это понравилось жителям, отметили единороссы и подчеркнули. Новый федеральный закон о митингах как раз и направлен на то, чтобы исключить неудобства и угрозу безопасности для обычных горожан. Если не нарушают права окружающих людей, то, собственно, никаких санкций быть в принципе-то не может. Все это прописано в законе. Закон не настроен против митингующих или протестующих, он настроен против беспорядков. Нужно исходить прежде всего из того, что большинству людей нужно комфортно жить. Антон Талп, Андрей Истомин, телекомпания Ахтуба.